Одна собака поехала, теперь нужно доделывать вторую. Тросик я укоротил немножко, чтобы было, чтобы лишние хвосты не висели. Пока я его ставить не буду, займусь пока двигателем. Чтобы проверять двигатель, лучше снять цепь. Чтобы не было привода на гусеницу и чтобы она, мало ли что, не убежала. Тут такой сделан странный натяжитель. Никакого он натяжения не делает. Цепь уже подрастянутый, натяжник уже вообще никак не работает. Если его отогнуть, можно снять просто так. Корпус глушителя здесь уже какой-то сделан самодельный. Из толстого железа, фигурный. Нашел еще одну неисправность. Искра есть всегда. На руле есть выключатели, фара и глушить мотор. Они не работают. То есть, в любом положении всегда есть искра. И вот здесь, который выключатель на моторе, я его тоже выключаю. Искра все равно есть. Надо будет смотреть проводку. Что-то здесь не так. Если она убежит, ее даже не заглушить будет кнопочкой. Нашел я, в чем дело. Теперь, что и нету. Получается, что вот этот выключатель на руле и выключатель на двигателе соединены последовательно. Чтобы выключить двигатель, нужно оба их замкнуть. Это неправильно. Нужно их подключить параллельно. И к ним же параллельно подключается датчик отсутствия масла. Берем клеммочки, берем обжимку и делаем вот такую вот вилочку. И сделаем вот такой вот соединитель. Нужно еще сделать проводок, соединяющий разъем на массу. Это вот такой кругленький банан-разъемчик. И к корпусу прикручивать. Зачищаем провод. Так, теперь обжимка. Ставим провод. И обжимаем. Все, готово. А теперь петельку. Все, готово. А к разъему ведут изоляторы вот такие. Я их забыл поставить. Надо будет их тоже поставить через сам разъем. Сложно, но можно. Проводочки на месте. Все получилось красиво. Где там минус-то? Вот он минус. Теперь все работает как надо. Запускается, но очень странно запускается. Когда двигатель не запущен, вот эта тяга должна быть в ту сторону притянута. Она почему-то наоборот в эту сделана. Поэтому он запускается как-то неправильно. Надо поддать газку. Когда двигатель не запущен, вот эта тяга должна быть в состоянии полного газа. Она ближе к холостым оборотам. Почему-то. Снял бак. И вот что я увидел под баком. Вот регулятор центробежный. И вот этот рычаг должен быть, когда двигатель не запущен, в правой стороне стоять. То есть, сюда должен пружинить. Как бы вправо это полный газ, а влево это малый газ. И вот эта пружинка, которая идет от рычага, куда подцепляется трос. Вот она получается слишком длинная. И вот в этом отверстии она упирается и давит рычаг на малый газ. То есть, пружинка слишком длинная, что ли. Надо эту пружинку подогнуть и сделать так, чтобы она не давила. Чтобы она вот так вот свободно болталась. Она давит на рычаг и он уходит в малый газ. Укоротил пружинку, подогнул вот это вот ушко. Она стала чуть короче. И теперь все работает как надо. Рычаг в крайнем правом положении. И при добавлении газа срабатывает пружина. И еще такая особенность есть. У этой вот пружинки рычаг газа ставим в минимальный газ. Этот рычаг находится в состоянии полного газа. Делаем его в состоянии минимального газа. То есть, влево поворачиваем. И вот эта пружинка должна иметь небольшой люфт. Если она в минимальном газе будет немножко, допустим, натянута, то и холостые будут больше, чем нужно. И будет появляться самоход. Вроде тут совсем миллиметры, но это все влияет. Тут сделаны шланги уже по-другому никак в заводском исполнении. И шланги эти касаются вот этой тяги. Их надо обязательно привязывать куда-нибудь, чтобы они не касались тяги. И вот в этом месте фильтр. Тоже очень близко к тяге. Надо сделать, чтобы под коробератор шел шланг. Надо сделать, чтобы под коробератор шел шланг. Вот, до сюда примерно. А тут поставить фильтрик. Тут он не будет мешаться. Переставил шланчик. Краник оставил старый. Я его проверил, он хорошо держит. И заменил шланчик, который идет с сапуна. Вот это старый, а вот это новый, нормальный. Запустим, посмотрим, что получилось. Продолжение следует... Ну, вроде бы все работает как надо. Можно прикручивать бак. Ставить воздушку. И зафиксировать вот этот шланчик, чтобы он не касался тяги. Стяжечкой примотать крепление. Все готово к испытаниям. Осталось только подтянуть цепочку. Откручиваем вот эти четыре винта. И вот той гаечкой, которую внутри, подтягиваем. Вал поднимается вверх. И цепочка натягивается. Вот так будет получше. Все готово. Поеду, покатаюсь, испытаю. Поеду, покатываюсь. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мотособака испытана, едет хорошо Так что можно гонять на ней на рыбалку Мотобуксировщик мужик едет получше этой У этой центр тяжести с задней стороны мотор стоит, а у мужика с передней Это начинает буксовать, встает на дыбы И с гусеницы снег накидывает наперед и там еще больше бугор получается Мужик едет лучше Спереди он сразу себе наминает И пролет как танк Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok